Как ни странно, но праздника Покрова Святой Богородицы нет в календарях других православных церквей. Поэтому этот праздник можно считать русским, несмотря на то, что зародился он далеко не в России. Историю главного осеннего праздника связывают с событиями 910 года, когда в Константинопольской церкви во время богослужения прихожане увидели Богородицу. Молились они о спасении. В те времена Византии угрожала военная опасность. В Писании сказано, что Божья Матерь сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися, символизируя защиту от врагов. Надежда на помощь оправдалась. Враги без всякого кровопролития отступили от города. Считается, что с тех пор к Богородице относятся с особым почитанием. Этот покров защищает не только от нечисти, он и от праведного гнева Божия защищает нас. Потому что действительно Матерь Божия, она как мама, она защищает чад своих, кого? Нас. От гнева своего сына. Покров Матерь Божия, скажем, земным языком действует. Но только нам нельзя бездействовать. Трудиться и молиться. То, что сегодня это самое главное, считает и большинство православных. А потому сучинские храмы сегодня посетили сотни прихожан. Во всех уголках России празднуются. И не только празднуются, а в честь этого праздника. Есть селы, куда бы, в какую-либо область заедешь, там издали Покровка. У меня вот родители в Покровке. И вот память о родителях, о предках. И этот праздник чуть темный. Для казаков это не просто праздник. Это праздник, в народе его еще называют, в нашем казачьем народе, казачьей пасхой. Казаки всегда помогают нашему приходу строить и возрождать те традиции, которые присущи казачеству. Потому что казак без веры не казак. С праздником Покрова до сих пор связано много примет. Считается, что именно с 14 октября зима сменяют осень, а еще Покров Пресвятой Богородицы считается девичьим праздником. С этого дня начинали играть свадьбы. Сегодня же во время праздничного богослужения настоятель храма Иоанна Златоуста осветил новую роспись. Отец Дмитрий это событие называет «Нечаянная радость». Жертвователи нашлись неожиданно. Но работа еще впереди. 26 ноября в этом храме очередной большой праздник – престольный. И отметят его уже в новом, достроенном, так называемом, верхнем храме.